Мы с Самарской академией очень давно сотрудничаем, еще в бытность моим руководителем евротехники. Мы здесь класс создали по технологиям сберегающих земледелий, технику давали здесь на испытания, на посевы. И создали класс по точному земледелию тоже. Поэтому здесь давние отношения. А сейчас я занимаюсь продвижением технологий сберегающих земледелий через движение и создаю инновационное хозяйство. Это тоже задача построить модель экологически-экономически эффективного сельскохозяйственного производства в условиях рискованного земледелия по Волжье. И нам нужны, естественно, специалисты. Вот я полтора года руковожу предприятием, и я не могла найти специалистов, которые готовы прийти и заниматься сельскохозяйственным производством и с теми необходимыми знаниями, которые нам нужны. Потому что это не просто старые знания по вспашке и так далее, а нам нужны здания по прямому пассиву, по полосовому пассиву. Нам нужно уметь соблюдать весь комплекс технологий точного земледелия. Вот это мы все осуществляем в хозяйстве. У нас есть система орошения, в которой сидишь за компьютером и управляешь помещение. Также и контроль за всеми работами, ну, конечно, не за качеством, а за процессом. Можно проводить из офиса, потому что это все сейчас техника и оборудование позволяет. Я уже устала искать, я говорю, полтора года, я не могла найти. Я хочу передать свою потребность и те знания, которые у меня есть, и требования кадров, которые нам нужны современным сельскохозяйственным предприятиям. Я просто так не общаюсь. Если я начинаю что-то предлагать, какие-то проекты делать, обязательно они результативные. И у нас уже много мероприятий намечено в Самарской сельхозакадемии для того, чтобы мы давали знания как студентам и преподавателям, так и формировали эту площадку как обучающую площадку на базе нашего хозяйства. Пожелание активнее работать над изменением программы обучения. В программе обучения должны быть обязательно курсы по современным технологиям. Нам не нужны специалисты со старыми знаниями, знаниями по старым технологиям. Нам нужны больше знаний по использованию баланса минеральных удобрений с микроэлементами, с биопрепаратами. Потому что это тот путь, по которому идут страны, достигшие огромных скачков в развитии. Это Латинская Америка, это Австралия, это Канада, США и так далее. И Россия должна конкурировать с ними. И здесь у нас огромный потенциал. Нам нужны знания и специалисты с такими знаниями. Поэтому здесь огромный колондайк, который нужно осваивать совместно для решения вопроса продовольственной безопасности, для того, чтобы наше сельское хозяйство было экологически, экономически эффективным. Продолжение следует...